Держись как следует. Вот так, молодец. Ух ты. Теперь вставай еще. Не балуйся уже. Трехлетняя Кира Ведищева каждый день буквально учится ходить заново. С первого дня жизни девочки поставили диагноз – врожденный артрогриппоз нижних конечностей. Вот так Кира выглядела в родильном доме. Пяточки как кулачок, а ноги прижаты к телу. Максимум, насколько она могла разогнуть сама – это вот настолько. По словам мамы Киры Анастасии, о диагнозе дочки она узнала только после родов. Хотя подозрения были еще при первом УЗИ. Кисти не норма, стопы не норма. Такое было заключение. Второе исследование показало – ребенок в порядке. А вот с последним схитрили. Написали так. Что ребенок уже перевернулся и лежит в таком положении, как собачка. И поэтому они не могут говорить о патологии, есть ли патология или нет. Но визуализация нижних конечностей затруднена из-за их положения. За три года маленькой Кире было сделано две операции. Папа показывает снимки. Это стопы Киры до, это после хирургического вмешательства. Сколько было проведено гипсование, родители уже сбились со счета. Но именно гипс и вытяжка – лекарство от этой болезни. Ходить девочка может только так, в специальных туторах. И то недолго, минут 10-15. Вот сейчас опять случился рецидив. Максимум ножки сгибаются. Кирюша, посмотри. Максимум сгибается вот так. Одна нога. Разгибается максимум вот. Вот если на коленке положить. От этой болезни, к сожалению, нет одной таблетки. Но победить ее все же возможно. Нужны операции и долгие реабилитации. Правда, опасность рецидивов все равно остается. Ближайшую операцию Кире можно будет сделать через полгода, когда ей будет четыре. А до этого нужна хорошая подготовка. С Испании только откликнулись. То есть ни с Германии, ни с Австрии. А с Испании откликнулись. Сказали, что у них есть, ну, как бы лечить детишек с артергриппозом. И нас там ждут. Сейчас на реабилитацию Киры семья Ведищевых собирает всем миром. Для этих целей нужно 800 тысяч рублей. Родители пробовали обращаться в различные фонды. Но там отказали. Теперь остается надеяться только на помощь небезразличных людей.